Она утонула. С Советского Союза даже до этого сложилось очень интересное впечатление, что у нас почему-то в роли бойцов информационного фронта, вот как в средние века полководец лично вел армию вперед, и там Дмитрий Донской стал в третьей шеренге на Куликовом поле, у нас вот точно так же правители страны почему-то всегда пытаются информационную войну выносить на своих плечах. — Никита Сергеевич Хрущев, стучащий там ботинком, Владимир Владимирович Путин, который лично в Мюнхене, который лично там все отрежет, который лично всех замочит, это вот какая-то национальная черта наша или это просто там, не знаю, по глупости? — Нет, не по глупости, это отсутствие просто квалифицированных работников, на которых можно положиться. — То есть приходится все делать самим в итоге? — Я слышал историю, думаю, что она не баян, что когда Путин, будучи президентом, ехал то ли в какой-то монастырь, то ли еще на какую-то церковную тусу, то он лично звонил из машины патриарху, узнавал дорогу. Ну вот мне рассказывают людям, которым сложно не поверить, ну при том, что там люди там с девятки, там ну все как положено, то есть эскорт, все. Ну вот так вот, приходится иногда делать самому. — Это плохо или хорошо для хода вот войны? — Нет, это конечно плохо. — Почему? — Ну потому что на самом деле нужны квалифицированные люди на каждом участке. — Но здесь же доверие больше. То есть если лично там Владимир Владимирович говорит, ребята, у нас в Ассети вот так. — Ну да. То есть человеку приходится все время вот этот так пресловутый кредит доверия, все время им все кредиты кончаются, как мы сейчас знаем. Поэтому это не очень хорошо. — Кредит доверия Путину, вот если мы говорим не о внутреннем, не о кредите внутри страны, а о кредите мировой, мирового доверия. Мировое доверие там лично к Путину, ну в последнее время к голосу России и к России в целом, оно у мира есть? — Путин, руководитель России, к нему априори не может быть доверия в мире, к нему вот как по должности. — Ну а трактовку как человека года тоже. С человеком года, кстати, тот же Маккейн сразу там вспомнил и 1938 год, когда человеком года был Шикльгрубер, то есть Адольф Гитлер. Поэтому это все как бы неоднозначно. То есть обаяние Путина, оно безусловно там считывается, и он реально, если его много показывать, и давать ему возможность говорить, та же самая история. То есть ему поверят. Но опять же, у того же Ларри Кинга на вопрос, что случилось с Лодкой Курск, потому что оба знали, что американцы потопили Курск. И Путин это знал, и Ларри Кинг это знал. И вот в этот момент, когда оба знали, вот это вот и неуместная улыбка, и она утонула. А если бы он беседовал с человеком, про которого он бы абсолютно точно бы понимал, что он не знает, что реально случилось бы там, он бы совершенно по-другому ответил бы и развернул бы аудиторию. Здесь он растерялся, получается, или что? Я думаю, что это из известных мне, это единственный прокол Владимира Владимировича Путина. На публике? Да. Нет, я имею в виду в контексте информационной войны. Мы сейчас вообще экономику, политику вообще не говорим. Только говорим тупо. Тупо. Тупо про информационную войну. Это единственный, но серьезный прокол. Ты скажи мне, что случилось с субмарином? Она утонула. Она утонула. Она утонула. Она утонула. Кто о смерти скажет нам пару честных слов Жаль, нет черных ящиков упавших моряков Карандаш ломается, холодно, темно Капитан Колесников пишет нам письмо Карандаш ломается, холодно, темно Капитан Колесников пишет нам письмо А нас осталось несколько На голодном дне Два отсека взорвано, да три еще в огне Знаю, нет спасения, но если веришь, жди Ты найдешь письмо мое на своей груди Знаю, нет спасения, но если веришь, жди Ты найдешь письмо мое на своей груди Курск могилы рваною тернулся за стыл На прощанье разрубил канаты ржавых жил Над водою пасмурно чайки корабли На земле подлодка спит, но как далеко до земли После о случившемся долго будут врать Расскажет ли комиссия, как трудно умирать Кто из нас ровесники? Кто герой? Кто чмо? Капитан Колесников пишет нам письмо Кто из нас ровесники? Кто герой? Кто чмо? Капитан Колесников пишет нам письмо Давай, Ваня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok